друзья всем привет и сегодня у меня на обзоре очень интересный станок профессиональный станок по деревообработке так что те кто из вас занимаются деревообработкой для вас я думаю это видео будет интересным и полезным но сейчас я вскрою коробочку как всегда рассмотрим комплектацию технические характеристики и попробуем его в работе так что усаживайтесь поудобнее а я начинаю поехали вскрываем коробку и собираем станок так друзья вскрыл коробочку вы поняли что это за станок это ленточный пильный станок по дереву вес его немалый 139 килограмм и все комплектующие к нему тяжелые так что вне кадра сейчас попробую вытащить коробки сам станок а потом я начну его собирать ленточный пильный станок по дереву record power sabre 350 собираем подставка тумба под станочек собрана переходим к следующему этапу устанавливаем станок на эту тумбу пока собрал тумбочку стало тепло чуть-чуть подразделся все станок стоит на тумбочке я подумал прежде чем переходить к комплектации наверное давайте-ка до соберем его до конца установим столешницу линейки упоры и потом уже пробежимся по комплектации и по техническим характеристикам так будет вернее а 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 Ну все, друзья, ленточный пильный станок Record Power Sabre 350 собран. Теперь давайте по-быстренькому пробежимся по комплектации, по техническим характеристикам и попробуем его в работе. Уже не терпится. В комплектацию к станку входила вот такая вот тумбочка-подставка, которую мы собрали с вами ранее, с дверцей и полкой. Массивный чугунный стол, линейка, регулируемый упор, два маховика с рукоятками, еще один маховичок сверху барашкового типа, декоративный колпачок, пакетик с ключами, вот такой вот ключик для регулировки угла стола, две вилки для подключения станка в сеть 220 вольт, одна американского типа, другая наша. Вот такой вот пластиковый, можно назвать его, пенальчик для шестигранников и сами шестигранники. Три технических паспорта на иностранных языках, кроме русского. Ну и, конечно же, вспомогательный инструмент. Вот такой вот пластиковый удобный толкатель. Ну а теперь пробежимся по техническим характеристикам. Ленточно-пильный станок Record Power Sabre 350. Открываем крышку. В данном случае 350 это диаметры верхнего и нижнего колеса 350 миллиметров. Рассмотрим сначала верхний отсек. Сразу обратим внимание, что верхнее, что нижнее колесо установлено на 203 подшипниках. Сверху, в правом углу установлен концевой выключатель. При открытой крышке станок не включится. Или же, если при работе, открыв крышку, станок выключится. Под самим колесом находится механизм натяжения полотна. При помощи верхнего маховичка и маховичка сзади, ослабив задний маховичок, верхним маховичком мы регулируем натяжку полотна. То есть при замене полотна сзади ослабили маховичок, верхним маховичком спустили колесо вниз, сняли старое полотно, поставили новое полотно. Вот два барашка механизма натяжения полотна, вид сзади. Также имеется стрелка с индикатором ширины полотна. В данном случае стрелка указывает на 16 мм. То есть сейчас у нас стоит полотно, ширина которого 16 мм. А вот этим декоративным пластиковым колпачком прикрывается вылет рейки. Предположим, нам надо распустить большой высоты брусок. Соответственно, мы настраиваемся под распил большой заготовки. И рейка у нас поднимается в самый верх. И ее будет видно. Вот как раз-таки для эстетики и нужен вот этот пластиковый колпак. Конструкция проката ленточно-пильного полотна очень надежная. Стоят два боковых и один задний подшипник. 200 вторые. Все подшипники регулируются. Ослабили. Поджали к полотну. Затянули. Ослабили. Поджали к полотну. Затянули. Сильно не затягиваем. Полотно должно прокатываться по подшипникам. И подшипники должны вращаться. Без закусывания об полотно. Вот, обратите внимание, полотно свободно движется. И два боковых подшипника вращаются. У заднего подшипника такая же регулировка. Поджали. Не сильно затянули. Проверяем. Так, чуть-чуть еще подвести. Все, подшипник вращается задний. То есть два боковых вращаются и задний подшипник вращаются. Самое главное, сильно не поджимать. Чтобы свободно вращались подшипники и полотно не грелось. Не закусывало. Сверху, в принципе, все рассмотрели. Можем закрыть дверцу. Снизу у нас колесо также на 203 подшипнике. В правом нижнем углу концевой выключатель. По протяжке полотна также три подшипника. 202, два боковых и один задний. Очень надежная система. Никаких втулок. Подшипники надежнее. В верхнем левом углу у нас установлены две щетки. Которые смахивают стружку с колеса и с самого полотна. Также здесь мы видим механизм натяжения приводного ремня. Двухручейковый шкив. Перекидывая ремень мы можем менять скорость. Достаточно при помощи маховичка ослабить натяжной ролик и перекинуть ремень. Также мы видим, что снизу установлен патрубок для аспирации опилок. Диаметр которого 100 миллиметров. Нагляднее его будет видно сзади. Вот он этот патрубок диаметром 100 миллиметров. К нему присоединяется гофра от стружкоотсоса. И стружкоотсос отсасывает всю стружку. Соответственно в мастерской у нас чисто. Рабочий стол имеет размеры 546 миллиметров на 400 миллиметров. Закреплен он к поворотному механизму и регулируется от 0 до 45 градусов. Установили стол на нужный нам градус и зафиксировали при помощи вот этого самого фиксатора. Электродвигатель на этом станочке работает от сети 220 вольт. Потребляемая его мощность 1,5 киловатта, фактическая 1,1 киловатт, 1100 ватт. По оборотам электродвигатель развивает скорость 1400 оборотов в минуту. На раме станка установлена розетка под сетевой шнур американского типа и нашего типа обычная вилка. Также на механизме протяжки полотна имеется линейка. Ну а чуть выше смотровое окно. На верхней дверце снизу слева тоже имеется смотровое окно. Длина ленточно-пильного полотна устанавливаемая на этот станок 2820 миллиметров. А ширина ленточно-пильного полотна, который можно установить на этот станочек, варьируется от 6,5 миллиметров до 19 миллиметров. Максимальная высота распиловки реза внушительных 285 миллиметров. Максимальная ширина заготовки 345 миллиметров. Градация на линейке очень качественно програвирована снизу в дюймах, сверху в миллиметрах. Высота станка 1892 миллиметра, а вес станка 116 килограмм. Высота стола от пола 1029 миллиметров. Скорость полотна регулируется от 440 метров в минуту до 1000 метров в минуту. На раме расположены две кнопки, кнопка включения и кнопка включения станка. Друзья, какие же преимущества у ленточно-пильного станка по дереву RECORD POWER SABLE 350? А это страна-производитель, Великобритания. Механизм протяжки полотна, подшипники, а не втулки. Высота реза 285 миллиметров, ширина реза 345 миллиметров, мощность электродвигателя, две скорости ленточно-пильного полотна. Пила предназначена для прямолинейного, фигурного и углового распила заготовок из древесины. Этот станок относится к классу профессиональных станков и пользуется широкой популярностью у профессиональных мастеров. Приобрести этот замечательный станочек можно у компании MOSCLAB. Ссылочки я оставлю в описании под видео. В принципе, все основное по нему я рассказал. Более подробную информацию вы можете получить также, пройдя по ссылкам, которые я оставлю в описании. Ну а сейчас мы с вами переходим от теории к практике. И попробуем на нем распилить какую-нибудь деревяшку. Для начала попробуем распустить 50-й брусок сосна. Обратим внимание, как качественно ленточный пильный станок распустил брусок толщиной 50 мм. Проверим рез. Четко под 90 градусов. Идеально. Ну а теперь этих два брусочка попробуем распилить на половинки. Друзья, быстро, качественно. Рез просто идеальный. Одно удовольствие работать на этом станочке. Ну а теперь давайте попробуем распустить что-нибудь побольше. Распустим вот такой страшный брусочек. Брусок этот 150 на 150 мм. И длина 520 мм. Без проблем, быстро и обратите внимание, какая чистота, какое качество. Режет просто идеально. Друзья, на этом станочке работать одно удовольствие. Запомните, ленточный пильный станок по дереву. Рекорд Пауэр Сабре 350. Приобрести его можно у компании Москлад. Ссылочки, как я говорил, оставлю в описании под видео. Станок просто супер. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин